Имя Лидии Чебоксаровой Я успеваю, в общем, довольно много и концертировать, и гастролировать, и диски делать, и в ГИТИСе учиться. И мне как-то это, я не думаю, что это как-то очень сложно, нет. Просто надо очень любить то, что ты делаешь. Да, подлый муравей, пойду и попляшу, и больше ни о чем тебя не попрошу. На стеклах ледяны играет мертвый глянец, зима сковала пруд, а вот и снег пошел. Смотри, как я пляшу, последний стрекозел, смотри, уродина, на мой последний танец. Ах, были времена под каждым мне листком, был стойк, вазочки, чайник со свистком и радужный огонь. Расистого напитка мне только то и впрок, в обители мирской, что добывается не потом и тоской, а так из милости, задаром от избытка. Замерзли все цветы, ветра сошли с ума, все, у кого был дом, попрятались в дома, согбенные рабы. Соломинки таскают мышь, неспособные к работе и борьбе, умеем лишь просить, пусти меня к себе и гордо подыхать. Когда нас не пускают, когда-нибудь в раю, где пляшет в лошине, веселый рой теней, ты подползешь ко мне, худой, мозолистый, угрюмый, большеротый. И с завистью следя, воздушный мой прыжок, попросишь стрекоза, пусти меня в кружок, а я тебе скажу, пойди-ка поработай. В нашей сегодняшней героине сочетаются, причудливо уживаясь вместе, качества обоих персонажей этой песни. Она обладает и радужным вдохновением стрекозы, и упорным трудолюбием муравья. Но обо всем по порядку. Лидия Олеговна Чебоксарова родилась 16 июня 1970 года во Владивостоке. Ее стремительный бег начался еще в детстве. Маленькая Лида успела пожить в Тюмени и Свердловске, Рыбинске и Грозном. Ее родители, артисты кукольного театра, часто переезжали с места на место. Действительно, я родилась в семье актеров кукольного театра. То есть папа был режиссером, мама была актрисой. Разумеется, они меня постоянно таскали с собой в театр. Вот я вдохнула эту пыль кулис в детстве. И она до сих пор в моих легких. Я до сих пор с таким трепетом, уважением и огромной любовью отношусь к людям актерской профессии. Неблагодарной и очень тяжелой. И я, поскольку была дочкой главного режиссера всегда во всех городах, в которых мы жили, а жили мы во многих городах, переезжали из театра в театр, мне разрешалось ходить по всему театру. То есть я не просто могла зайти в это хранилище, где куклы висят на таких палках. Вот их так вот за голову, видишь, в таких палках. Я могла взять любую куклу и с ней поиграть. Я могла зайти в бутафорскую, где эти куклы создавались, и поклеить вот это по пьемаше. То есть мне бутафоры разрешали клеить по пьемаше. Ну, не тонкую работу, а такую вот техническую. Я с большим удовольствием клеить тером газетку, потом бумага такая специальная. И это все клеила. Потом мне разрешали красить куклы. То есть когда голова куклы из пьемаше готова, нужно покрасить ее как бы зашпаклевать, покрасить ровным тоном, чтобы потом на нее уже нанести мордочку, раскрасить. То есть для меня вот эти куклы, они были таким чем-то совершенно обыкновенным, однако любимая кукла у меня была. Эта кукла была лисичка. То есть когда я видела ее, я просто у меня перехватывало дыхание, я чуть не в обморок падала. Почему я испытывала такую нежность к ней, к этой кукле? Она ничем не примечательна, она самая обыкновенная, она может быть даже и не такая уж и красивая. Но я задыхалась и брала ее в руки, трепетно прижимала к себе, очень жалела. Точка, точка, запятая, вышла рожица смешная, ручки, ножки, огуречек, появился человечек. Что увидят эти точки, что построят эти ручки? Далеко ли эти ножки уведут его? Как он будет жить на свете? Мы за это не в ответе. Мы его нарисовали только и всего. Что вы, что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, просчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно. Только так из человечка выйдет человек. Впрочем, знают даже дети, как прожить на белом свете легче. И для этого вопроса нету ничего. Просто надо быть правдивым, благородным, справедливым, умным, честным, сильным, добрым только и всего. Как все просто удается на словах и на бумаге. Как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраль. Так что прежде человечек выучись ходить. Так чудесно, что однажды получается То, что раньше не умел. Но тот час же вдалеке обозначается Не достигнут и предел. И опять идешь, пока не одареешь. И конца пути не видно, но зато будет час, настанет время. И однажды ты сумеешь То, что не умел еще никто. Точка, точка, запятая Два кружочка вместо глаз Точка, точка, запятая Это кто-нибудь из вас? Добрый путь, дорога Требует отваги и мечта Зовет искать и находить Ты поднимешься на горы И пройдешь через овраги Только прежде выучись ходить Точка, точка, запятая Точка, точка, запятая Что петь песни интересно мне И нужно И, прямо скажем, даже Грубо говоря, физиологически необходимо Это обнаружилось еще в очень раннем детстве Может быть, в возрасте полутора лет Примерно так По рассказам очевидцев Петь я начала Одновременно Ходить и говорить и петь Вот так Вот Это такой момент был Такой младенческий Потом уже где-то в возрасте В подростковом Эта потребность, она вся так вот Усиливалась, усиливалась, усиливалась Мне просто очень нравилась петь Я пела бесконечно и постоянно И неважно что Эту свою потребность Петь Лида реализовала в Смоленске Городе, где она выросла И который по сей день считает родным Вступив в Смоленский клуб авторской песни Она начала выступать И ездить на фестивали Первым из которых был Казанский Пригласили наш клуб Старейший там в России Клуб Дива Смоленский клуб На Казанский фестиваль Делегацию Меня взяли как такое талантливое Молодое дарование Подающие надежды Я тогда писала песенки Как мне казалось Вообще Потрясающе Потом выяснилось Что это не так Со временем Это я сама для себя выяснила Я поехала как автор Стала лауреатом На этом фестивале Я этот фестиваль помню очень хорошо Потому что это был какой-то Очень неожиданный Внезапный Какой-то И с моей точки зрения Совершенно незаслуженный Какой-то успех И с тех пор Кстати я очень дружу С Борисом Львовичем Который был Вот в жюри этого фестиваля И Боря Бурда И они меня прекрасно помнят И Львович очень любит Рассказывать историю Как он меня на помойке нашел Значит Что он значит Что я там такая Стояла возле стеночки Там Почему-то он говорит Что я была в кедах Не было у меня никаких кед Но он так любит Рассказывать Что я в каких-то кедах Там стояла у стеночки Прижавшись с гитаркой А он дескать Подошел ко мне Погладил по голове Сказал Девочка Чего ты тут стоишь Я говорю Я хочу прослушиваться Говорит Ну пойдем прослушаемся Девочка И вот значит Прослушали они Сказали О так это ж талант То есть Вот Борис Львович И Борис Бурда Спросите Вот у любого Бориса Что Вот они Открыли Чебоксарову В этом да Есть доля истины Да правда Что-то мне не дужится Что-то тяжко дышится В лугах цветет калужница Ведь лаврики колышется И птицы, птицы, птицы На стуладов поют И веселятся птицы И гнезда птицы вьют Что-то неспокойно мне Нелегко, непросто Стремительные, стройные Вокруг поселка сосны И тучи, тучи, тучи Белы, как молоко И улетают тучи Далек, далеко Да и меня Никто ведь В плену не держит Нет мне ничего Не стоит На поезд Взять билет И в полночь На разъезде Сойти в глуши лесной Чтоб быть с тобою вместе Чтоб стать Весне Весной И это так Возможно И это так Нельзя Гудок летит Треложно Как филин Голося И сердце 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 Летит За ним Сквозь мглу И горько Плачет сердце Как мало Я могу Как мало Я могу Как мало Я могу До того момента Когда Лидия поймет Что может она на самом деле много Пройдет еще немало времени А тогда Любовь к поэтическому слову Привела ее на филфак Смоленского пединститута Но после первого курса Студентка Чебоксарова Была отчислена За Конфликт с преподавателем Истории партии У другого человека Такой поворот событий Наверное навсегда Отбил бы охоту к учебе Но только не у нашей героини Вопреки всему 18-летняя Лида Чебоксарова Отправилась в Ярославль Где с первой же попытки Поступила в знаменитое Театральное училище Имени Волкова Учиться ей было легко А по выходным Она уезжала в Москву И пела на Арбате Я на Арбате пела В том возрасте Когда тебе ничего Не страшно В хорошие дни Я зарабатывала 15-17 рублей в час 15-17 рублей в час Это в хорошие Солнечные теплые дни Такие Ранней осенью Очень даже Вот я на эти деньги Закупала колбасы Везла в Ярославль Кормила курс Как раз эту песню Михаил Щербаков написал Когда был приблизительно В этом же возрасте 18-20 лет Со всей свойственной Вот резкостью Свойственной молодости Песня называется Шансон Вершит народ Дела свои Пройтохи ищут славы Пророки врут Поэты пьют Богатство копят знать Стоит над миром Год змеи Все злобные Как удавы И каждый хочет сам В угуду-гуду Годом стать А я В бортовом кабаке Сижу И губы в табаке И две монеты В кулаке А в голове Шансон А в нем Мой страх Мой странный край Туманный путь Желанный рай Тот путь Который мной Пока еще не обретен О, дай мне, Господи Ступить на этот путь Когда-нибудь 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 Я, как и вы, друзья мои Устал глазеть на драки И вид оскаленных клыков Нервирует меня Пройдет над миром Год змеи Начнется год собаки И снова цепь И снова лай И войны, и грызня С чего так злобен Род людской А это ж просто год такой Ну, как не мучаю себя И как себя не злю За что? Я не могу понять Вы все так любите меня И не могу понять За что я всех вас так люблю Дай Бог в пути Мне добрым словом помянуть Кого-нибудь 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 Вот я ж вам не сын, не пасынок И даже не приемыш А все никак Не соберусь Расстаться с кабаком И в год собаки я щенок И в год змеи-змееныш И научился не искать Участия ни в ком Утих шансон Певец умолк И ты, горсон Не верь мне в долг Уходят все И мне уйти Не лучше лет до беды Сквозь плачевой Галдеж и звон По боли войн По воле волн По миру вдоль По жизни вдаль Идут мои следы Удай мне, Господи, достичь Окончив путь Чего-нибудь 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 Тогда, в конце 80-х Арбат стал настоящей меккой Для поэтов, художников, певцов и музыкантов Иногда, кстати говоря, первоклассных Своим арбатским опытом Лида поделилась с друзьями Даже не предполагая, что это приведет К весьма неожиданным последствиям Дело в том, что когда я рассказала о своем опыте Вот этом зарабатывании денег на Арбате Моим друзьям Эдуарду Беспалову, Александру Никифорову Они сказали, опа, а мы-то чем хуже И пошли на Арбат тоже зарабатывать деньги Но они это делали гораздо более мощно И даже, я бы сказала, профессионально, чем я То есть они делали шоу из этого Это было настолько ярко Они собирали такие огромные толпы Что срабатывали не 17 рублей в час Я тебе доложу, гораздо больше А в конце концов их заметил Директор филармонической организации При Театре Союз Был такое объединение Ролана Быкова Детского кино-кинеметографии При нем было очень много таких конторок Каких-то филармонических Вот одна эта конторка, Союз Директор Увидел их на Арбате, сказал О, ребята, не хотите ли вы выступать профессионально? Вот именно с этого началась Арбатская шпана Она началась фактически с того, что я же сказала ребятам, что на Арбате можно не дурно заработать Арбатская шпана Так назывался коллектив, в котором Лидия Чебоксарова была единственной представительницей прекрасного пола Коллектив в своем роде уникальный Попытавшийся соединить авторскую песню с яркой театральностью Арбатская шпана буквально произвела фурор на ряде больших и малых фестивалей А со своим спектаклем, который назывался «С гитарой по Арбату» Ребята успели объехать всю страну, сыграв его более двухсот раз ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Но то, что существовало, недолго, заметь То есть, ну, это объективные условия, потому что там в 91-м году уже было невозможно Во-первых, развалилась филармоническая система А диким образом существовать было тогда тоже тяжело Был какой-то кошмарный период И мы уже не могли просто жить в Москве все, потому что мы все из разных городов И мы просто разъехались по домам, чтобы как-то пережить лихую годину И больше не собрались Наверное, именно выступая с арбатской шпаной, Лида поняла, что исполнительство теперь станет главным делом ее жизни А поняв, без колебаний бросила театральный институт Впрочем, она и по сей день играет на сцене самые разные роли Ее спектакли – это ее песни Вряд ли я это делаю как-то специально и осознанно Видимо, это органика моя просто такая, актерская Подталкивает меня к тому, чтобы не просто спеть песню А открыть в ней какие-то драматические возможности Какую-то драматургию ее увидеть и донести до слушателя Я вообще не очень понимаю, как нужно иначе подходить к песне Как просто какому-то звукоизвлечению из себя нет Или как то, так сказать, самовыражение тоже нет В песне главный текст и смысл ее И сообщение, которое ты хочешь этим текстом донести до слушателя Причем совершенно не обязательно, что сообщение будет соответствовать тому сообщению Которое предполагал автор ей сообщить Это же вообще никогда не известно Ну, во-первых, мы действительно не знаем, что на самом деле хотел сказать автор А во-вторых, в любом случае, это твоя интерпретация И по-другому быть не может В прокуренном театре без рампы и кулис Где вовсе непонятно, кто зритель, кто артист В бездарной пандомиме коротких южных зим Неслышно и незримо по времени скользим Как странно, без участия, без слов и без вины На собственные страсти смотреть со стороны Как роль обыкновенно разучивать печаль Прощай, мой друг бесценный, единственный прощай Прощай, мой друг бесценный, единственный прощай Безмолвно, словно тень Мы тычемся в углы И души, как растения От лединок тяжелы Зимой все начиналось Зима поставит крест На то, что не менялось От перемен и мест Как странно, дни и ночи Без слез и суеты Отыскивать средь прочих знакомые черты И вновь всю ту же сцену молчанием очищать Прощай, мой друг бесценный, единственный прощай Прощай, мой друг бесценный Единственный, как странно, перед ветром Распахивать пальто И снова без завет По-детски верить в то Что новогодний хвой Средь всякой кутерьмы Прощай, мой друг бесценный, единственный прощай Прощай, мой друг бесценный Единственный Именно эта песня, Пантомима, стала визитной карточкой Трио Брют, созданного Лидией Чебоксаровой Ее стремительный бег по жизненному морю продолжался Впереди были знаменитый бардовский проект Песни нашего века И мюзикл Норд-Ост И придуманная Лидой серия дисков 15 песен Впрочем, обо всем этом она расскажет в следующий раз Редактор субтитров А.Семкин